Обильные снегопады последних дней сделали свое дело. Наши города оказались в снежном плену, выбраться из которого задача коммунальщиков. Скидку на погодные коллизии делать нельзя. Так Кировская администрация обозначила свою позицию. Ее и придерживались руководители во время очередного рейда по дворам и межквартальным проездам на улицах Ленина 50 лет октября и Советской Конституции. Подробности у нашей съемочной группы. Начали с центральных домов. Первые же осмотры показали. Ситуация плачевная. Работа управляющих компаний не тянет даже на хорошо. Критики подверглись строительные леса на Ленина 3, погребенные под снегом, а также козырьки и ступени подъездов. У вас даже, посмотрите, лед лежит на ступеньках. Где дворник здесь есть? Это крышу чистили, видите, лед свежий. Я все понимаю. Кровлю очистили, обезопасили. Молодцы. Дальше кто это будет делать? Не лучше обстоит дело и с проездом во дворы. Рыхлый, невычищенный снег превращается в кашу. Не проехать, не пройти. Посмотрите состояние двора. Вычистили, но не дочистили. Нет, мы проходили на один ковш. На сегодняшний день после снегопада. А расчистку глобальную мы сделаем по плану. Нет такого понятия на один ковш. Это ни о чем. Должно быть либо чисто, либо не чисто. Обеспечен проезд? Не обеспечен. На данный момент здесь машина может застрять? Может. Скорая может встать? Может. Значит, это недостаточно. На улице 50 лет октября и советской конституции ситуация не лучше, чем в центре города. Проблемы те же. Снежные шапки над подъездами, каша во дворах, невычищенные парковки, подходы к урнам и лестницам. И нередко все из-за вечного вопроса. Чья это территория? Городская или управляющей компанией? Вот это кто чистить будет? Посмотрите. Вот проход у нас между домами. Вот выход с подъезда. Лестницу вычистили. А вот здесь управляющая компания полметра. Посмотрите. Здесь оставлю. И пока не разберетесь, чья компания, будете здесь стоять. Ну что такое происходит? Мы сейчас полметра будем делить. За последние пять дней выпало большое количество осадков. Более полуметра. Но это не повод для некачественной уборки города. Тем более, что при подготовке к зимнему периоду коммунальщики рапортовали. К зиме готовы. Напомнил первый заместитель главы Кировской администрации. Они все отчитали, что есть подрядные организации, с которыми заключены договорные отношения. Соответственно, пожалуйста, призывайте. Будем работать с подрядными организациями. Нет возможности у подрядных организаций. Давайте с городскими службами. Никто друг друга не бросит, не оставит. Потому что мы все живем в одном городе. Все должны жить как единый организм. Но чтобы жить как единый организм, усилия должны прикладывать не только коммунальные службы и организации, их контролирующие. Есть обязанности и у жителей. Например, своевременно, увидев объявление управляющей компании, убирать свое авто. Тогда, глядишь, и вывоз снега, и обезопашивание крышек и зырьков, а также расчистка проездов будет выполняться более качественно и в срок. Субтитры создавал DimaTorzok